Проект состоит из четырёх этапов – от приёма заявок до финального окружного уровня. Сейчас состоялся второй – обучение участников. Это цикл семинаров по ораторскому мастерству, специфики проведения дебатов и анализу литературных произведений. Идея проведения такого конкурса принадлежит депутату Тюменской областной думы Игорю Виннику. Создавая этот проект, я хотел обратить внимание на труд школьного учителя, а именно учителя литературы, важного предмета. Но я хотел обратить внимание именно на этот предмет и вовлечь детей именно в тот пласт литературы нашей, который веками создавалась. Вовлекая детей в этот проект, я хотел, чтобы они набирались очень много знаний, умели искать ответы на сложные вопросы. В дебатах каждый участник должен будет опровергнуть позицию соперникам, используя аргументы из литературных произведений. Причём отстаивать нужно не свою собственную точку зрения, а заданную организаторами. Не случайно в год семьи темой дискуссии стали семейные ценности и взаимоотношения. Самое положительное в том, что этот проект очень большое значение имеет, и мы рады, что он продолжается, что сегодня старт второго этапа, потому что он имеет воспитательное значение, очень сильное. Ученик лицея номер один Роман Асмус в прошлом году стал победителем регионального этапа. Юноша поделился советом, как достичь таких высоких результатов. Многие дети просто заучивают какие-то тезисы, тем самым ставят себя в рамки, в шаблоны. И если тебе оппонент что-то скажет вне этих шаблонов, ты ничего не сможешь противопоставить. Поэтому я бы очень сильно рекомендовал читать произведения и вникать в них, понимать, чем ты можешь оперировать на самом деле. Тогда даже на самые противоречивые темы можно сказать что-то, можно где-то подловить оппонента на какой-то ошибке, изъяне. У участников будет почти полгода, чтобы подготовиться к региональным встречам. Третий этап запланирован на сентябрь. Он включает в себя проведение муниципального конкурса на площадках городов и поселков Югры. Дарья Горельцева, Олег Елькин, телерадиокомпания Юганск.